А прямо сейчас Дмитрию Сусу избирают меру пресечения детективы НАБУ. Его задержали вчера в аэропорту Борисполь. Улететь Сус не успел, а вот может ли сесть, узнаем у Ольги Теребинской. Она в Соломинском суде столицы. Оль, здравствуй, расскажи, чем закончилось заседание и как оно проходило? Добрый вечер, студия. Заседание суда до сих пор, кстати, длится еще оно, где избирают меру пресечения экс-прокурору Дмитрию Сусу, проходит в открытом режиме. Но вот снимать и записывать что-либо медийщикам запретили. Так решили адвокаты подозреваемого. Совсем немного пообщаться со сторонами процесса мы успели до начала заседания. Прокуроры сообщили, будут требовать для Суса содержание под стражей или 5 миллионов гривен залога. Такую сумму аргументируют так. Но это просто нонсенс. Тому мы вважаем, что это не законно и не грунтово. Враховывая его майновый стан, враховывая тяжких членов злочин, то мы выходим из таких размеров. Тяжких заданных сбытков, выкраденных майна и первовластных майна. А вы сколько оцениваете сбытки тех, которые он задавал? Ну, майже на 5 миллионов гривен. Сам подозреваемый, кстати, тоже выступавший против съемок, немногословен. Вот все, что удалось услышать от него перед приходом судьи. Свет. Почему? Почему? Мы не знаем. Он светит, что там хочет, видимо. За прошедшие 2 часа пока что рассмотрели только одно ходатайство адвокатов. О том, что само задержание Суса в аэропорту было незаконным. Но судья его не удовлетворила. Я напомню, экс-прокурора генпрокуратуры Дмитрия Суса задержали позавчера в аэропорту Борисполь прямо перед вылетом в Турцию, куда он направлялся с семьей на отдых. Подозревают его в незаконном присвоении имущества во время обысков. Скандальных эпизодов вокруг имени чиновника немало. Это и попытка вручить подозрения бывшему заму генпрокурора Виталию Касько и дорогой автомобиль, записанный на бабушку, и более громкие, так называемые, прокурорские войны с захватом и пытками детектива в НАБУ, которым якобы руководил СУС. Что из этого правда решит суд? А мы сообщим все вам. А мы сообщим вам все подробности, как только они станут известны. Студия. Ольска, спасибо. Ольга Теребинская была на связи со студией из Соломинского райсуда столицы. Продолжение следует...